Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня у нас достаточно такая острая тема. Я им коротко расскажу, почему мужчины предпочитают шлюх с точки зрения психологии, да. Как понять, почему мужчина бросает вот эту надежную, казалось бы, годами опробированную, проверенную женщину и начинает какие-то взаимоотношения с девушкой, ну, так скажем, шлюхой. Или, соответственно, он, допустим, изначально начинает отношения с девушкой, которая работала проституткой. Или, как это часто бывает, да, мужчина поощряет даже, и мы в интернете видим всех этих уколов и прочих ребят, когда они поощряют такое активное половое поведение своей, соответственно, самки, так скажем, самки. И как это с точки зрения природы работает? Ну, во-первых, частично это у нас во всех заложено. То есть, чем больше моя самка привлекает внимания и других, как бы, внимания других мужчин и прочее, чем она, тем она ценнее, тем больше я должен ресурс тратить, да, чтобы ее завоевывать, чтобы ее, как бы, заслужить, да, и тем больше гормонов во мне в ответ на нее вырабатывается. Это с одной стороны. С другой стороны, мы здесь видим, ну, несколько нетипичную такую картину, когда, понимаете, дело уже покидает какие-то свои границы фетиша обычного, да, или какой-то, ну, обычных взглядов мужчины, да, какой-то флирта женщины не хватает, и ему нравится, вот, чтобы она, соответственно, проецировала, так скажем, свое внимание сексуальное на этих мужчин, или, может быть, даже спала с другими мужчинами. И в таком случае чаще всего это стрессы детские, да, и у меня даже, ну, были такие консультации, когда мужчины рассказывали, соответственно, о том, что они в детстве пережили вот это вот присоединение к родительскому сексу, так или иначе, через стенку, там он наблюдал, да, что его родители занимаются сексом, или когда он был относительно маленького возраста, и родители думали, что, ну, и, может быть, в тот момент действительно так было, что он не понимает, да, что происходит, занимались при нем сексом в открытую, да, или как-то там из разряда за шкафом, за комодом, за диваном, когда их наполовину было видно, слышно, ахи, вздохи, там, полуговые, да, тела, вот, все вот это, все вот эти переживания за наблюдением, да, вот этих вот разгоряченной пары, ну, родительской, да, потом переносится в будущее на, соответственно, предпочтение мужчины. И мужчина может стремиться выбирать таких вот раскрепощенных девушек. Ну, в том случае, когда мужчину не привлекают женщины, да, в прямом смысле ему изменяющие, он все равно может стремиться к очень раскованно сексуальным женщинам, потому что, конечно, такие женщины, они, как правило, хорошо демонстрируют именно конкретно свою сексуальность. И если истеричка, она не всегда может, ну, конкретно сексуальность демонстрировать, то есть она может думать о том, что она демонстрирует сексуальность, но это может выглядеть как-то не конкретно вот, так скажем, в том ключе, что это так вот вкусно, да, то есть нацистские, есть психопатические женщины, которые осознаны, более осознаны в своем каком-то вкусе, да, и они, допустим, бывают такое, что действительно они бывают очень сексуально активны, и, соответственно, они эту сексуальную активность могут демонстрировать и внешним видом, и, конечно, в поведении. У девочек-психопаток очень может быть открытое сексуальное поведение, они могут вести даже двойную жизнь такую, когда на работе где-то она обычная, где-то с кем-то она совершенно другая, и одета по-другому вы ее даже не узнаете. Об этом, кстати, был фильм «Люби всех» назывался, там вот психопатка, ну, такая нарциссическая психопатка, она даже, наверное, все-таки больше психопатка, она демонстрировала как раз вот такую двоякую жизнь, умение перевоплощаться и по-разному себя вести, по-разному себе ставить задачи. Так что, дорогие друзья, шлюхи, бывают не просто шлюхи, за ними кроются психотипы, поэтому я вам желаю изучать типологию личности, для этого вы можете подписаться на мой канал, поставить мне лайк, обязательно написать мне комментарий, если вам интересна эта тема, и я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье!